К сожалению, одним желанием того же самого Путина сделать невозможно, понимаете? Но, надеюсь, многое будет изменено в этом плане. Люди альфа-генетик, кто такие, как их определить? Люди альфа-генетик, это рождающие люди, имеющие мощный потенциал, пси-потенциал, то есть, в которых сущность и генетика гармоничны между собой и развиваются, в результате чего человек выходит на уровень, когда он может оперировать в большей и меньшей степени реальностью. Поэтому, как определить? Ну, естественно, есть и тесты, и так далее. Но пока, я думаю, не стоит их выявлять и говорить профессионально. Вот это вот, это вот, это вот, это. Потому что пока человек еще не освоил методы защиты, их можно легко убрать, понимаете? Даже как убирали раньше. Поэтому, опять-таки, против любого приема есть кон-прием, понимаете? Поэтому люди, обладающие такой вот альфа-генетикой, наиболее ярко выраженные, между прочим, они так или иначе попадают, особенно дети, попадают в мою ментальную школу, где они обучаются. И кроме меня никто не знает, кто там обучается, понимаете? То есть, они получают развитие определенное, и в определенный момент они начнут действовать. Ну, нужно учиться у врагов тоже по тактике, правильно? Они сами-то знают? Дети знают, естественно, конечно. Дети знают. А родители? Ну, кому надо, тоже знают. Не всегда родители знают, но, опять-таки, вообще-то альфа-генетика, это, если говорить о двух словах, это в каждом народе, в течение развития, нации-си нации сохранилась, всегда шла, поймите, что лидером при всем желании не может быть каждый. Не потому, что кто хороший или плохой. Это нужно иметь определенные качества. Не только личностные качества. Есть природные лидеры, а есть фальшивые лидеры. Что такое фальшивый лидер? Вот пушка приставила к башке, или я тебя грохну, или ты подчиняешься мне. Вот и называется фальшивый лидер. Природный лидер, который лидеров люди признают, без того, чтобы к ним приставлять пушку. Таких, к сожалению, гораздо меньше. Особенно в последние тысячи лет, в основном, навязывались нам с вами именно фальшивые лидеры. То есть те, которые получали какой-то статус не за счет того, что они соответствовали этому статусу, а за счет того, что карман тугой, связи или просто мордобить ему тем или иным способом. Но именно если говорить о альфа-генетике, это люди природные лидеры. То есть те, которые имеют потенциал. Что такое лидер? Понимаете, чтобы, понимаете, можно запугать человека. То есть, допустим, враг идет, представьте себе, особенно раньше было. Сейчас, к сожалению, не такая ситуация, что упадет бомба, никто ничего не увидел, не услышал. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Но раньше, вот стоит, как говорится, войско, и на нем несется лавина врагов. Так, извините, эту мандражку можно схватить и неплохая, да? Так вот, что такое лидер, который, не запугая, можно сказать, вот побежит, ему голову перевешу. Так? Можно добиться цели, да? Загорительный натрады поставит, кто наступает, косит. Можно? Можно. А лидер, который сможет в сердцах людей пробудить те качества, когда они поднимутся на уровне своего животного существования. Когда они смогут, не боясь отдать свою жизнь ради общего дела, а не ради своих шкурных интересов. Вот такие люди всегда появлялись и были. Бывало больше их, меньше, когда их не было, это было бедственное время для любого народа. Если сильный лидер проходил другой народ, то таким образом чаще всего могло пристать, народ или надо существовать. Но именно люди, что такое, опять-таки, это человек, имеющий мощный потенциал, который позволит поднять других людей над своим уровнем. Может, ненадолго, но вот подняться. Знаете, вот наводнительных поднять, не зубы превратить, а именно когда люди поднимутся на уровень понимания, ответственности за своих детей, жен, своих других заплеменников. И когда они не будут думать о себе, но не как роботы, а именно как возвышенного. Понимаете? Вот это вот люди-носители алфогенетики. Именно поэтому всегда их пытаются уничтожить. Потому что если таких не будет, кто будет поднимать других на такой качественный уровень, именно уже высшего проявления человека разумного, то для черных это самое опасное. Такие люди это не учат. Вот такие люди и есть в носителе алфогенетики. То есть смотрите по их делам, это будет ясно. В двух словах.